Долгожданное новоселье в Качаловском театре, прошедшую субботу. Артисты сыграли спектакль «Скрипач на крыше» на основной сцене. Она впервые открылась после трехлетней реконструкции. Новый свет, звук, обновленный зрительный зал и фотогалерея. Теперь театр соответствует самым высоким мировым стандартам. Премьера состоялась и для актера Камалского театра Рамиля Тухватулина. Он предстал перед зрителями в главной роли Тевье Молочника. Приглашение подменить Михаила Гальского, который пока на больничном, стал результатом давней дружбы двух театров. Побывала на театральном новоселье и посмотрела двойную премьеру Ольга Морская. «Скрипач на крыше» Странно, да? Если зрителям смена актера в любимом спектакле вначале тоже показалась странной, то через несколько минут пришла уверенность, именно так и должно быть. Жесты, пластика, особый говор. Рамиль Тухватулин в образ мудрого главы большой еврейской семьи вжился органично. Всего два месяца работы и у спектакля появился еще один Тевье Молочник. По словам Александра Славутского, это закономерный результат давней дружбы Качаловского и Камаловского театров. Вообще татарские артисты, скажем так, они музыкальные, пластичные. А для нашего театра, который я вот строю много лет, это как раз то, что нужно. Поэтому я считаю, что это хорошо. Это хорошее приобретение. Спектакль стал премьерным не только для актера Рамиля Тухватулина, но и для основной сцены театра. Она открылась после почти трехлетней реконструкции. Все это время театр не стоял на месте. Выпускались новые спектакли, которые артисты играли на малой сцене. Были и гастроли, и преданные зрители. И вот, наконец, долгожданное новоселье. Театр стал красивым, уютным, стильным. Я бы даже сказал, вот все говорят, молодые говорят, винтажным. Ну, хорошо, пусть будет так. Поэтому мы старались сделать, чтобы людям было здесь приятно. Ведь здание театра – это то, что остается всегда людям. Поэтому мы старались, и я старался, чтобы все было в тон, красиво, уютно, со вкусом. Вкус, стиль, удобство, функциональность. Теперь театр соответствует мировым стандартам. Красивые и комфортные кресла в зрительном зале, сверкающие люстры, отреставрированные ложи, фойе с новой фотогалереей. Все удобства не только для зрителей, но и для артистов. Теперь в каждой гримкомнате специальное освещение, диван, душ и туалет. Новые технологии царят и в закулисье. Современный свет, звук и даже многофункциональный пульт управления штанкетами, декорациями и оркестровой ямой. Аплодисменты, смех и слезы зрителей – лучшая награда артистам и режиссеру, которые уже готовят казанской публике очередной подарок. Как нам сообщил Александр Славутский, начались репетиции спектакля «Безумный день» или «Женить бы фигаро». Он обещает стать самым красивым сценическим действом театра. Ольга Морская, Рустам Залялеев, Столица.